Добро пожаловать на канал Invest Hacking, с вами я Антон, и это специальный выпуск по просьбе комьюнити. Меня спрашивают, как ты попал в проект Superfarm по цене 1 цент? Если вы хотите узнать мою историю того, как я попал в проект Superfarm, посмотрите мое видео про Superfarm. Отвечая на вопрос, скажу, что я был seed-инвестором, то есть я купил этот токен еще до того, как он попал на всевозможные биржи. Это отдельная история, но после того, как я поделился ей в своем телеграмме с комьюнити, комьюнити попросила меня говорить о тех проектах, которые появляются на таких ранних стадиях, чтобы, возможно, те, кто хочет рискнуть, могли в них поучаствовать. Итак, прежде чем я расскажу вам про проект, который попался мне на радар буквально сегодня, вы будете его смотреть завтра, так что это будут новости, которым всего один день. Я хочу вас предупредить, что инвестиция в любой криптопроект сопряжена с большой долей риска. Особенно, если проект находится на стадии разработки, на стадии seed. Все, что угодно, может пойти не так. Этот проект может перестать существовать, может соскамиться. Его могут закрыть, его могут начать расследование. Проект может вообще никогда не выйти, контракт могут взломать. Поэтому имейте это в виду. Если вы инвестируете, инвестируйте только небольшую часть своих денег, не берите их в долг, не покупайте рискованные инвестиции на кредитную карточку, будьте осторожны, только небольшую сумму. Потому что проекты с seed цены обычно делают иксы, может быть 100, 200, 300 икс. Поэтому, если вы даже инвестировали небольшую сумму денег, увеличить эту сумму в 100 раз, это получится большая сумма. Не рискуйте ей, потому что, скорее всего, вы ее потеряете. Напоминаю, что в понедельник, 22 марта, чтобы отметить нашу первую тысячу подписчиков, мы разыграем нашу первую уникальную NFT-канал Инвестхакинг. Чтобы принять участие в розыгрыше, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте каждое видео, которое вышло на этой неделе. А в понедельник, случайным образом, мы выберем сначала видео, а потом и уникальный комментарий. Удачи! Сегодня в Твиттере прошли новости о проекте Пол Камон. Конечно же, он у нас связан с NFT, с играми. У него в названии присутствует приставочка «Пол», что как бы намекает на «Пол Кодот». То есть здесь собраны все элементы, которые необходимы для удачного запуска проекта в марте 2021 года. Собраны все самые популярные ключевые слова. Токен будет называться «Пи Мон» и будут продавать ультра редких вот таких вот созданий дракончиков, которые напоминают нам, конечно же, о покемонах или там еще дракончике Спайра, кому о чем. И почему меня заинтересовал этот проект? По нескольким причинам. Ну, во-первых, как я уже перечислил все ключевые слова, здесь написано, что «Incubated, Responsored и Supported by Moonrock Capital и Morningstar Ventures». И в 2021 году в таком диком bull market, обычном рынке, когда все растет, куда не бросишь дротик, все вырастает, возможно даже не обязательно смотреть на фундаментал проекта, достаточно посмотреть, кто в него инвестирует. Давайте же разбираться, кто такие Moonrock Capital и Morningstar Ventures. Вот, например, Morningstar Ventures на Твиттере. У них нет даже сайта, да, я за ними слежу. Отсюда я, собственно, и узнал о проекте Polkamon, да. Вот они здесь 8 часов назад затвитили то, что они вместе с Moonrock Capital инвестировали, дали ссылку и всего-то 500 человек пролайкало. То есть это еще не дошло до массовых каналов, и люди об этом еще ничего не знают. Этого токена пока не существует. Если вы где-то увидите токен PMON, который вам будут продавать, это скам, это фейк, ничего не покупайте. Сейчас мы говорим о том, что Morningstar Ventures, это такие криптоинвесторы, инвестировали в Polkamon. Значит, у них нет сайта даже, да, или если он есть, то они на него не ссылаются. Я искал, кстати, не нашел. Но кто они такие? Почему я очень рад, что они инвестировали в этот проект, и почему для меня это сигнал к действию? Потому что если вы отлистаете их твиттер-ленту, вы увидите, что они инвестировали в Superfarm, да, который уже дал свои 300x сит цены. Они инвестировали в многие другие проекты, и они часто идут с Moonrock Capital. Здесь где-то у них был, по-моему, вот Polkamarkets, пожалуйста. Посмотрим, кто такие Moonrock Capital, их партнеры. Вот, у них есть сайт. И здесь написано, что они, естественно, работают с Polka Starter, с Exceedme, Polkamarkets, Ocean, Chain Guardians. В общем, все вот эти проекты, возможно, вы знаете какие-то другие названия из этих, они все дали свои иксы. TerraVirtual, они все дали иксы, и все очень успешные проекты. Поэтому для меня достаточно, что эти двое венчер-капиталистов сюда залили свои деньги. Это значит, что они уже купили эти токены по какой-то совсем смешной цене, по которой мы с вами уж точно их не купим. Но у нас еще есть с вами шанс зайти, может быть, есть шанс зайти в seed стадию. Да, мы посмотрим, ну окей, они пишут, что они продают суперредкие NFT, и это очень ликвидный токен у них будет. Здесь написано, что он гипердефляционный. Каждый раз, когда вы открываете, разворачиваете этого Pimono или Polkamono, то сжигается количество токенов. Это хорошо. Мы любим, когда количество токенов уменьшается и не увеличивается, значит, что цена токена пойдет вверх. Можно стейкать будут эти токены, Pimono и Polkamono, и получать дополнительные Polkamono, которые, соответственно, потом можно будет менять на этих самых Polkamono и обратно. На cross-chain, значит, они на двух и более чейнах, пока на Polkadot и эфире, и, скорее всего, на каких-то других чейнах они появятся. Я думаю, что если они выйдут и запустятся, то, наверное, они на Binance Chain придут, и, может быть, там потом еще и на Cardano, если Cardano оживет. Вот, они пишут, что они, значит, разноцветные, блестящие, у них есть рожки, и они суперредкие, в общем, очень приятные глазу, замечательные такие NFT-шки. Бывало и хуже, как говорится. Они пишут, что они работают на разных маркетплейсах и приложениях, что у них будут красивые мобильные виджеты, все будет удобно, и вы можете посещать своих дракончиков, как хотите часто. Вот, Bitcoin, эфир, Монеро, кто там, Uniturtle, это видно, они у Uniswap, да, подлизываются. Вот, мы видим, что они будут работать. На эфире, на Polkadot, и что у них очень богатые метадаты, которые делятся своими уникальными проперти, своими уникальными качествами, и можно, значит, этим Polkamon и на одном, и на другом лейере, да, и на Polkadot, и на эфире, и что вообще они такие замечательные. Но это все, конечно, лирика. Это все никому не интересно. Вот здесь можете зайти на сайт polkamon.com, polkamon.com, и отправить сюда, залить сюда свой имейл и получать обновление по имейлу. Что я сделал? Можно перейти на их Medium. Вот их Medium. Они запустили первую статью, где там они наверняка еще раз рассказывают, какие они замечательные. Что-то Medium подвисает. Пока он грузится, давайте посмотрим, что у них здесь коллекшнс. Ну, коллекшнс, понятно, это их красивые полкамончики. Вот эти еще не вышли даже, да. Мне вот биткоин нравится. Так, токен, да, вот это нас интересует. Polkamon, токеномикс, PMON, да, у них будет всего 10 миллионов токенов суплая. Сначала они запустят 1.8, то есть 18%, да, на Uniswap они залезут по 40 центов. Насколько они залезут на Uniswap, это не важно, потому что цены в 40 центов мы с вами никогда не увидим. В первую же секунду купят боты, добьют ее там долларов до 3-4, потом дампнут, и где-то цена зафиксируется в районе доллара, и дальше посмотрим, куда она двинется. Это вам мое предсказание, можем вернуться, посмотреть, как это сработает. Впрыгивать в Uniswap в момент листинга ни в коем случае нельзя в такие токены. Сожжете газ, ничего не купите, и на вас боты же еще и все продадут. Поэтому Uniswap, если мы не попадем в seed фазу, то мы на Uniswap будем брать, но потом, когда остынет хайп. Значит, публичная цена 35 центов, листинг-прайс 40 центов, стратегический сейл 20% перед листингом, потом, значит, будет вестинг перед 3 месяца, то есть 3 месяца нельзя будет продавать эти токены, цену дадут 20 центов. С учетом того, что цены в 40 центов мы с вами никогда не увидим, а это уже заложенный 2x, я думаю, что минимум 5x здесь можно получить, поэтому будем, я попробую влезть в стратегический сейл, вас ни к чему не призываю, это очень рискованно, скорее всего, все потеряете. 10% foundation, это они оставят себе, 20% маркетинга, бизнес-девелопмент, 20%, значит, они получат перед листингом, остальное залистит. Так, 20% маркетинга for listing, daily vesting, ага, strategic сейл, а почему как-то странно, они написали strategic сейл, это вот, а, они очень странно написали, strategic сейл, 37%, 37,15, это миллионов, наверное, да, но 20% они откроют перед листингом, то есть, если кто зашел в стратегический сейл, получит 20% своих токенов сразу, до листинга, на Uniswap, остальные будут завещаны, закреплены на период около 3 месяцев, понятно, значит, не просто странно, написали количество процентов, смешали с количеством процентов, которые будут открываться перед листингом, значит, ликвидити токен, понятно, им нужно на DEX залить, и 10% они оставили себе, скромненько, да, будут все миллионерами, о, вот оно, токен allocation, 45% фондов будет использован, чтобы поддержать развитие команды, отлично, себе оставили, маркетинг, значит, потребуется им 20% на маркетинг, легальные, и, значит, все вот эти затраты, 5% и 30% фондов будут, попадут на ликвидити, то есть, это залочит на на децентрализованных эксченниках, чтобы мы с вами могли торговать, я пока не очень, не до конца понял, но похоже, что strategic sale это были вот эти 37%, хотя что-то математик у них тут не очень бьет, и на мой быстрый взгляд, да, medium у них как-то странно подгружается, или это у меня с интернетом проблемы, или это у них medium отвалился, но, в принципе, я думаю, что на medium мы ничего нового с вами не увидим, на их telegram канал я подписался, буду ждать одних каких-то обновлений, и вам, дорогие друзья мои, обязательно сообщу, расскажу в каком-нибудь из своих ежедневных видео, когда что-то выйдет, информация по этому токену, и обязательно напишу в telegram для своей комьюнити, с которой мы общаемся, заходите, кстати, в наш telegram, там очень хорошая атмосфера, где мы обсуждаем токены, в том числе будем обсуждать и этот токен, чисто моя спекуляция, возможно, Pimon попадет на полка стартер, что такое полка стартер, полка стартер, децентрализованная площадка для запуска новых проектов, и чтобы поучаствовать в сейле, есть два пути, самый верный, это держать у себя на кошельке 3000 полка стартер токенов, полс, они называются, и на том кошельке, на котором вы продержали их минимум 7 дней, вам откроется доступ к этому пулу, но полка стартер уже сильно вырос в цене, цена там около 5 долларов за штуку, поэтому надо 15 тысяч долларов только положить в полка стартер, чтобы получить сюда доступ, или обычно еще каждый проект, помимо вот этого полка стартера, запуска, еще дает какое-то, какие-то дополнительные требования, чтобы люди, у людей был дополнительный шанс попасть на эту распродажу, то есть там, допустим, ну, разные бывают требования, типа там пролайкать их ленту, чем-нибудь там поделиться, кого-нибудь пригласить, может быть, какие-то там меньшее количество токенов подержать, полка стартера, в общем, они пытаются найти какой-то компромисс, чтобы не только киты попали в этот пресейл, хотя, конечно, держателем полка стартер токенов попасть в такие пресейлы проще, Superfarm, кстати, был тоже здесь, вот, и потом полка маркет, то, что мы сейчас с вами видели на Morningstar и Moonrock Capital, вот эти, их проекты часто попадают сюда, поэтому я думаю, что и полка монов мы увидим здесь, если я узнаю какую-то информацию, как поучаствовать в пресейле, я вам расскажу, ну, если у вас, если вы счастливый обладатель 3000 полка стартера токенов, то, конечно, не забудьте проверить, если он здесь появится, вот, еще раз подчеркнул, что инвестировать в такие проекты очень опасно, поэтому крайне не рекомендую, но если вы хотите рискнуть маленькой, маленькой частью своего портфолио, добро пожаловать, апдейты буду рассказывать, спасибо, на этом все, пока.